Ассаламу алейкум дорогие братья и сестры 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 Их повлился в эту команду Тяжело вливаться в команду Каждый тащит одеяло на себя И пытается что-то доказать сам И все старались У всех все получалось Благодаря тренеру вы попали в Россию Там играли в лигах профессионально С каких пор вы в боксе? Вы слышали, что в принципе вы и в боксе достигли определенных успехов. Я повторюсь еще раз, что начиналось все с инкуба, я там занимался. У меня первый спорт это был тэквондо в школе. Как и у меня в принципе. Тэквондо, да. Это потому что мы любили Брус Ли, Чак Норриса. Занимались с кикбоксингом, каратэ. Получилось так, что после тэквондо я начал заниматься боксом в этом инкубе. Так как тренер нас не замечал, мы были совсем маленькие, по 7-8 лет. Он всегда нас отправлял играть в футбол. Он даст нам мяч, вот играть. А мы все время тренируемся с старшеком, потому что старшие группы. Мы смотрели, как они тренируются, как они заводятся, как они работают. И это все подталкивало, потому что я все видел и мне очень нравилось. Но вы говорите, что вы занимались профессионально именно баскетболом. Мы видели, что вы уже после того, как вы возмужались, стали взрослыми. Участвовали вы в соревнованиях по боксу? Ну вот, я расскажу эту историю до конца. Я там боксом занимался, мне нравилось. Ну, иногда нас тренер ставил на спарринги, также работу на грушу нам объяснял. Это были определенные дни, когда ему, например, не было сборников. Он уделял нам время. И бокс мне нравился, нравился. И получалось так, что где-то после девятого класса, ну, как был я, не очень вежливый мальчик, всегда баламутом, меня выгнали с 38-й школы. В Аламедине находятся две школы. Это 38-я. Первая и 38-я. Они рядом, да? Я учился в 38-й. Да, я в 38-й учился. Я учился тоже. И получилось так, что меня с 38-й выгнали. Я до девятого класса отучился, думаю, я всем там обещал, я говорю, все, я буду себя хорошо вести. Пожалуйста, дайте мне доучиться, потому что мама всегда требовала, чтобы я закончил школу. Хорошо. И получилось так, что с 38-й я перешел в первую. И еще друзья же звали, они в основном все в первой школе были. Перешел я в первую, и там был Муравьев. Тренер, физкультуру преподавал. И он был профессиональным, как бы в свои юношеские годы, он был профессионалом по баскетболу тоже занимался. И вот он меня увидел. На тот момент, когда я перешел в 10-й класс, у меня был 1,92-1,94. И вот он меня увидел, и все, ходил за мной, говорит, Марат, занимайся баскетболом, тебе это пойдет. Марат, а я вообще не баскетбол. Какое баскетбол? У меня боевые искусства. Да, я баскетбол вообще не представлял. Для меня баскетбол как регби был. В общем, у вас в основном баскетбол, а бокс, как я говорил. Вот, я занимался баскетболом, получается, профессионально до 2003-го, наверное. И потом параллельно начал заниматься боксом, потому что он мне всегда нравился. Нет-нет, потому что где мы не тренировались, везде были боксерские залы. То есть в России, в любых городах, где мы играли. То есть вы потихонечку, параллельно... Да, после зала я пошел, постучу, мне душу отвалю, мне хорошо. Все агрессивно. Классно. Потому что тренер не всегда давал играть. По-моему, у вас даже есть фотография с Валуевым, да, его мерились, кто выше рост. Кто все-таки выше рост? Мы одинаковые. Вы одинаковые? 215, да, по-моему, у вас рост? 2,12, 2,13. 2,12, 2,13. Ну, у него комплекция более такая грубая, плотнее, грубая, и он ширококосный. А по поводу Тимати, мы все слышали, что вы работаете с ним в его охране, так сказать. Я месяц у него поработал. Месяц поработали? Ну, история была такова. Он, Л-Ван, тоже в ее блокстаре, который участвует. Якутияночка, который. Да, якутияночка. Он же с Якутской. Да, да, да. Когда я играл в Якутске, он играл в высшей лиге. Он тоже баскетболист, кстати. Да, мы занимались в одном зале. У него была чуть младшая группа, они со своими. А у нас чуть постарше, мы когда вечером, у нас утренняя тренировка, мы раздельно тренировались. А вечером мы вместе. То есть, играли вместе, упражнения вместе делали. И он все время с нами был. И получилось так, что звонит Л-Ван, говорит, Марат, ты не хочешь поработать? Я говорю, ну, как вообще, с кем, что, как. Он говорит, ну, с Тимати поработать. Просто у него текучка большая охранников. И я у тебя предложил, ты мой друг, говорит, и попробуй. Я говорю, ну, хорошо, давай. Вот они организовали, мы связались. У него команда большая же, там, люди позвонили, спросили, что как. Запросили документы, и пошло-поехало. Я приехал, работал месяц, посмотрел обстановку. Все хорошо, все отлично. Но я думаю, что зарплата не устраивала у меня в том, что там другие люди были. И работали уже с ним очень давно. И я уже не требовал большой зарплаты. Понятно. То есть, вы в личной охране были? Да, в личной. Непосредственно, как бы, в прямом контакте с Тимати? Интересно. Какой вы опыт для себя получили из этого сотрудничества? Может, посмотрели как-то на... Мы все знаем Тимати как такого апатажного, громкого человека. Человек мне очень понравился, как личность, как натура, да, то есть по общению, по... Как подход к людьми. Все грамотно и все очень хорошо. Я не вижу минусов в этом человеке вообще. То есть, как человек он... Он очень хороший, как человек. Просто все видят же... Да, его... Пафос вот этот, да. То есть, понты. Кажут. Да. Ну, это просто картинка. Так же, как мы в Инстаграме лазим, там, видим всякие картинки, да, там, кто живой, кто не живой. Кстати, недавно смотрел интервью Байзаковой, тоже по картинкам, там, сам понимаете, просто ужас. А в интервью он достаточно такой, приятный человек, в принципе, интеллигентный и все такое. Да, я столкнулся с многими людьми, с которыми он связан, и общались со звездами. Все разумные, все адекватные. Это просто их образ, это просто их образ, их поведение такое. Ну, так надо, наверное, для маркетинга, для... По поводу КВН. Как давно и как вы попали в КВН? Ну, в принципе, я как бы догадываюсь, как вы попали туда. Благодаря. А поподробнее. КВН я попал, ну, я в КВН в школе играл. В школе играл, ну, это так было, увлечение просто. Мы там и пели, и играли. Да, вот именно Азиамикс. Азиамикс я попал как? Так, в 2015 году мы с Ильдиаром Кениссаром давно знакомы. То есть друзья общались, и он в 2015 году перформировал команду полностью, переделал. Он звонит мне, говорит, Мара, хочешь попробовать в КВН сыграть? Ну, как бы, мы хотим, чтобы ты с нами был. Я говорю, Ильдиар, я не КВНчик вообще, я всю жизнь спортсменом был. Он говорит, Мара, ну просто постой. Просто постой на сцене, да, там, по присутствию с нами. И это по присутствию просто постоять, переверсло и в пение, и в танцы, там, да, там, все, что было в КВН, все замешалось. Все видели. И влился вот так команду, все хорошо, и вышли. Ну, я думаю, по воле Аллаха, то, что духовное вот это наставление, чуть-чуть поддержки и общение, я думаю, все, по-моему, все. Им, с вашей стороны. Да. Да. Классно. В последнее время я замечаю у вас в ваших постах, как бы, фотография того же самого Ярослава, там, либо еще какая-нибудь фотография. И обязательно под ней будет текст именно религиозного толка. Как вы связываете, мне просто интересна сама логика, допустим, Ярослав, и тут же идет религиозный текст по поводу, по-моему, исхатологии, да, что-то было связано с аятами, хадисами. Да, ну, ну, это, знаете, чуть-чуть юмор присутствует, потому что я всех, кто в команде присутствует, я всех люблю, душевно отношусь к ним. Ярослав просто как душевный человек, как друг, как компаньон, да, то есть мы много прошли с ним. Этот человек мне нравится всегда, мы всегда на позитиве с ним. Я просто выставил просто его фотографию, потому что я хорошо к нему отношусь. И написал пост, чтобы люди как бы прочитали, как бы, да не сто чуть-чуть, да, то есть. Чуть-чуть сдава там. Чтоб какой-то, может быть, даже... Может быть, интерес, может, кому-то интерес будет, да, то есть через фотографию что-то посмотреть. И он тут же пишет комментарий Мара, к чему это связано. Я говорю, я говорю, я просто тебя люблю, потому что ты есть мой друг. А, то есть он сразу отреагировал? Да, он сразу отреагировал на это. Классно. Знаете, вот такой интерес. Я вот насчет вашей супруги, вы, по-моему, не на Каргаске, да, женаты? Нет. У меня аварка жена. Аварка жена. А как так получилось? Так так получилось, я знаю ее брата хорошо, мы дружили очень давно. Ну, так получилось, что я ее заметил. Ну, я три раза ж был женат, у меня она третья, получается. Ну, у вас дети сейчас... Да, четверо детей у меня. От этой жены, да? Нет. Нет? От нее один. Маша Алтабора Калла. Человек большой и большого счастья. Ни ша-ла. Ну, тоже добивался ее через отца, потому что у них тоже свое, как бы... Дагестанцы, они... У них сложно. У них сложно в чем? В том понятии, что они друг друга, за друг друга очень хорошо держатся. То есть за лишнего, за какую-то другую нацию не отдавали. Да. Ну, тем не менее, я в качестве религии подошел тоже, говорю, нации нету, то есть разделение, да? То есть я им объяснил, донес до них, с отцом чуть-чуть бодался, ну, отец вроде бы понял. Понял и очень хорошо ко мне относился после того, как все произошло, да? Именно по религиозному, как бы, в религиозном плане вы объяснили все. В принципе, да, у кавказцев с этим тяжело, особенно у чеченцев. Чеченцы вообще ни в какую не отдают своих девушек за другие нации, даже за ингушей им тяжело отдать. Держатся в своем течении, в своей нации, да, и это очень плохо. Да. Насчет вот религии хотел спросить, насколько давно и насколько качественно, когда? То есть вы уже, как бы, осознали себя, как вот верующего человека, совершающего, ну, то есть практикующего. Вот, как-то пошло все с детства, я всегда задавался вопросом, почему мой отец ходит только на праздники мечеть. Он у меня не пятикратный намаз, всю жизнь в коммунизме, да, рос, то есть никто не поддерживал ислам, да. И я всегда задавался, почему только на праздники, почему. Потом ему книги давали. Я эти книги читал, потому что они с периодом тоже были. Потом у нас, мы когда общались, у нас посередине двор был, когда я жил в 41-м доме. То есть Алмедин, ну, делится же на начало, середина, конец, да. Вы жили на... Я в середине жил. Или в середине, возле 58-й, в 41-м доме. Возле дом быта, да, там, 41-й дом, 40-й дом. Я в 41-м жил. Вот, я в 41-м жил, родился и жил до 2007-м. И у нас была беседка там во дворе, ты видел? Да, да. Эту беседку мы построили очень давно тоже. Воровали все, что могли, там, садик. Да, ну, тем более Алмедин. Да. Мы воровали и шифер, и брусчатку, там, потом доски эти воровали. Мы все истощили с садом. Ну, мы пацанятами были. И как получилось, что у нас уйгуров очень много пацанов. Они переходили с конца Алмедина, мы с ними общались. Уйгурский квадрат, да, так сказать? Уйгурский квадрат, да. И у нас на тот момент были очень много уйгуров, которые пятикратно на нас считают. Я всегда интересовался, мне всегда было интересно. И в 2005 году предложили им на мусульманские игры ехать по баскетболу. Мне звонит Бахтяр Савбуржанович, тренер, 29-й директор. Он говорит, Мара, поедешь на мусульманские игры? Я говорю, куда? Он говорит, в Саудовской Аравии. Я, конечно, поеду. В 2005 году приезжаю, и Аллах сердце открыл после этого, потому что мы жили в Медине, вот прямо возле мечети. Я всегда слышал Азан, я всегда смотрел людей, потому что там познакомился с многими чеченами, потому что другой нас я не встретил наших. Чеченые подходили, давали там, объясняли, то есть на религиозном, на русском, все понятно было. И они нас привязали к этому. То есть мы начали намаз читать с ними вместе. Потом он говорит, у вас будет выходной? Мы с тренером поговорили, давайте, выходной будет, когда мы сездим в Мекку. Мы поехали в Мекку. У нас был выходной в Мекку. Поехали, сделали умру, по воле Аллаха, да, и как бы Аллах сердце открыл. Это вам было на тот момент 24-25, да? Да. В 2005 году, после вот этой поездки, я очень много осознавал, да, то есть сердце открыло, я начал думать, я начал читать много, я начал познаваться религии, да. И все, я постепенно начал намазы добавлять, то есть один, два, три, потому что мне никто этому не учил, да, никогда. С 2007 года я начал пятикратно намаз читать. Большое. Отлично, отлично. И с тех пор, вот вы участвуете, ну, там, сами понимаете, бывают разные моменты. Как вы относитесь к этому? Я как-то, я как-то отношусь к этому. Легко? Да, я легко отношусь, потому что я знаю, что вот КВН, это юмор, да, присутствует. Юмор, человек, ну, на которого человек не обидится, на этот юмор. Мы можем пошутить, мы можем задеть, да, человека, но он знает, что это КВН, и он никогда не обидится. То есть шутите? Да, если мы его как-то заденем, да, если мы как-то его заденем шуткой или что-то по-другому, да, я начинаю осознавать и думаю, блин, зачем я это сделал, да. Ну, мы можем подойти и извиниться. Ну, это очень редко было. Да, такое нечасто случается. А когда вот, я думаю, когда шутишь с человеком, который не понимает шутки, вот это, я думаю, грех, потому что мы можем задеть, обидеть его этим. А когда присутствует юмор и знаешь, что это юмор работает, да, то есть я не думаю, что это связано, ну, это моя точка зрения, да, то есть я этим не обижаю человека. Тем более, у меня там много юмора не присутствовало, я там особо. Да, и у вас? Чисто, чисто вид у меня был, да, там, командный вид, поддержка. Чем вы сейчас занимаетесь, какие проекты, в каких проектах участвуете? Сейчас, на данный момент я особо ничем не занимаюсь, потому что у дяди свой бизнес, я ему помогаю. Проекты Азия Микс, у них очень много проектов, у нас сейчас Азия Микс Продакшн, промоушен, да, то есть там будут разные конкурсы на разные направления. Ну, я думаю, с течением обстоятельств, вы чуть попозже это все увидите. Ничьало. Ничьало. И насчет ваших достижений в спортивной карьере, в профессиональной, чем можете, как бы, вот с гордостью заявить, сказать, вот я того-то добился. Ну, по баскетболу я добился чемпиона Азии по баскетболу, потом в суперлиге в России мы занимали восьмое место. Высшая лига, я чемпион высшей лиги, когда играл в Тольятти, мы первое место выиграли. По боксу у меня, в принципе, получается, две республики я выиграл. Две республики, Шупокова, и плюс я чемпион Азии, дал бы ЛБС по профессиональной. Круто. И по профессиональной, допустим, актерской деятельности, в каких вы проектов участвовали, какие награды получили в КВН? Ну, в принципе, мы... В КВН мы чемпионы лиги КВН, да, то есть высшая лига. Да, мы старались, то есть, ну, это очень плодотворный труд и очень тяжелый, как бы мы смотрим телевизор, это все легко, как бы поддается, да, и... Когда, получается, ты уходишь в эту кухню внутрь, ты видишь весь процесс, это очень тяжело. То есть, ночами мы не спали, да, там, репетировали, ребята писали, плюс авторы помогали, да, то есть сложная работа в течение, ну, где-то полтора месяца мы работаем, да. Я как бы позже приезжал, но ребята, которые пишущие, авторы, они приезжали в Москву за полтора месяца. За полтора месяца до игры? Да, подготовка, да, то есть, потому что было много информации, надо было все писать, все складывать, это все, показывать потом редактуру, проходить, репетировать, это все. Вы заканчивали вуз? Да. Какая у вас специальность и какой вуз? Менеджмент, я в политическом закончил и физкультурном я закончил. Значит, по профессии вы менеджер? Да, менеджмент. Отлично. Вы по своей специальности работали? Нет, ни разу, ни разу, нет, я даже практику не проходил. Это просто, вот это, вот эти мои учебные достижения, наверное, просто шаг для удовлетворения моей мамы, да, то есть она всегда требовала, да, учись, я всегда учись, принеси мне диплом, принеси мне аттестат, да, там. Я всегда доучился вот так, я договаривался с учителями, я договаривался в универе, да, там, это все. Удовольство мамы, да? Да, чтобы она была спокойно, что я доучился, что меня не выжил, да, все хорошо. Ну, благодаря ей тоже я закончил и политехнический, и школу хорошо, и закончил, ну, второй университет у меня пошло уже как по баскетболу, потому что мне туда хотели, чтобы я играл за них. Физкультурную, да. Ну, я думаю, что это формальность просто для галочки, что она есть. Да, если на государственной основе куда-то идешь, мне кажется, она понадобится. Ну, самообразование, это очень важно, ну, по сравнению, допустим, с универом, тем же самым. Универ дает определенные какие-то навыки социального взаимодействия, вот, очень важно саморазвитие. Занимаетесь ли вы саморазвитием? Саморазвитием, я думаю, да, потому что религия еще намного глаза открывает. Когда ты читаешь праведные хадисы, да, достоверность, некоторые хадисы просто они за душу затрагивали, да, то, что до нас были такие люди, и мы вообще там ногтя их не ставим, да, мы ничто, то, что они делали. Ну, да, по сути, таки есть, по сути, таки есть. Мы видели в вашем инстаграме, что вы снимаетесь в фильме «Остров». Это сериал. А, это сериал. Это сериал. То есть там очень много инстазвезд, в том числе и Кулик, по-моему. Можете рассказать вот пару слов? Ну, это уже второй сезон «Острова». Вы и в первом тоже снимались? Нет, в первом сезоне. Он два года назад был. То есть это 20-серийный сериал юмористический. Они решили второй сезон оснать. Ну, мы снимали в Таиланде. Проходили эти съемки около месяца. Ну, люди, которые уже снимались до этого, они больше времени там были. Около полтора месяца где-то в Таиланде. Какую вы роль играли? Пирата. Доброго пирата, который подружился с ними. У нас диалоги были, приходили ко мне. Я думаю, будет очень интересно. Этот сезон начнется где-то с 5 февраля на канале ТНТ. Так что не пропустите, будет очень интересно. Хороший гонорар заплатили? Ну, гонорары там разные, брат. В зависимости от известности? Да, от личности, от известности. Плюс еще, какие у тебя смены, в какое время. Я видел у Кулика, по-моему, в Инстаграме, либо у одного из актеров, что снимали сцены на зеленом фоне. То есть, как бы не в Таиланде даже. Как это можно? Это снимали буквально недавно. То есть, что не доставало по кадрам, не достает. Снимается на зеленке. Основная группа съемочная находилась в Таиланде, когда мы снимали, это осенью. То есть, это все по-честному? Это все по-честному. Тяжелые съемки с насекомыми, с тараканами, со всеми вот этими, с живностью. Солнце, пляж, океан. Ну, брат, когда ты находишься на работе, это солнце и пляж. Ну, мы снимали это в джунглях же. И моя хижина, моя часть, которая съемочная была, снималась в джунглях, где художники построили мне хижину. Это все происходило здесь, со мной в хижине. А у вас был корабль? Корабль был. Был, был, был. Мы даже и отплывали там с пиратами. Я думаю, увидите вы, это все будет, будет интересно. Окей, 5 февраля ждите. Отлично. Ну, в принципе, можем завершить нашу беседу. Было очень интересно. Спасибо. Владотворно. Я для себя очень много узнал, и наши зрители, я думаю, тоже для себя подчеркнули некоторые интересные моменты. Поблагодарим нашего брата, друга Марата Жуманалиева. Вам успехов, в вашей семье. Счастья в обоих мирах. Мы приготовили для вас подарочек от сети магазинов Каусар. Красота и здоровье. Спасибо большое. Будьте здоровы. Каусар. Восточные товары. Красивые. Да. Спасибо большое. За кого оставить. За кого оставить. Пишите в комментариях, кого бы вы хотели увидеть в следующей нашей передаче. Ставьте лайки. Делитесь этой публикацией.